Тимиртау 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 То есть, в общем-то, вели такой размеренный, уже веками отработанный образ жизни. Конечно, было большое удивление у семьи Тетегула, у его сыновей, когда они сюда приехали на место зимней кочевки в 1905 году, зимой 1905 года, и увидели, что эта местность занята. Кем же она была занята? Нам уже, конечно, сейчас известно, что в начале XX века развернулась Столыпинская сельскохозяйственная реформа. И сюда, в малоосвоенные регионы Российской империи, прибыли семьи малоземельных переселенцев. Сюда, вот непосредственно на участок, где сейчас находится город Семертау, прибыли семьи из Самарской губернии. В основном это были немецкие семьи. Конечно, они не просто так приехали, отправили сюда ходоков, и ходоки вернулись, восторженно рассказывая о таком благодатном крае, о прекрасных свободных землях, конечно, направились сюда. Путь занимал сюда несколько месяцев. Добирались и обозами, добирались по железной дороге. Кроме какого-то обычного скраба, везли с собой и дерево, древесину, потому что понимали, что здесь строительного материала как такового нет. И вот в 1905 году точно так же не меньшее удивление было и у переселенцев, которые сюда прибыли, образовали небольшой поселок на переселенческом участке Жаур-Брод. Источники умалчивают о том, было ли какое-то столкновение, была ли какая-то проблема между коренным населением и переселенцами. Но известно одно, что тогда эти годы были очень засушливыми. И возможно, что вот именно преодоление вот этих тяжелых природных условий сдружило коренное население с переселенцами и как-то уже стали вместе жить. То есть этот поселок на переселенческом участке остался стоять там, где он был, а семьи, сыновей Тетигула, Аразбека, Неизбека перекочевали немножко дальше. Ну на ту территорию, где сейчас же по-прежнему находится город Семертал. Вот так начиналась история нашего города. Вообще переселенческий участок, который разбили в 1904 году топографы, назывался Жаур-Брод. Вот это вот название связано со знаменитой романтической казахской легендой. Говорят, что казакарпеш в поисках своей любимой Баян-Сулу проскакал очень много верст. И у одной из сопок от длительного путешествия конь пал. Батыр слез с коня и увидел, что от тяжелого перехода у коня от седла разбилась в кровь спина, образовались болячки. И в отчаянии вот эту сопку, у которой произошло это неприятное происшествие, Батыр прозвал Жауир, что в переводе с казахского языка значит «сбитая спина». И, в общем-то, одна из самых высоких сопок, которые находятся в гряде, сопок рядом с городом Тимиртау, имеет вот это название Жауир. Ну, может быть, это связано с легендой, а может быть и с тем, что даже чисто внешне, когда смотришь на эту сопку, кое-где породы выходят на поверхность. Они действительно выглядят, как какие-то болячки, ну, возможно, на сбитой спине лошади. Ну, а слово «брод» понятно, что в этом месте можно было реку Нуру перейти в Брод. Вот так получил свое имя переселенческий участок. А вот поселок, который был образован переселенцами, образовался он в 1909 году, получил название Самаркандский. Здесь, конечно, тоже существует множество версий. Одна из версий очень интересная. Говорят, что это местные жители прозвали поселок таким именем. Объясняю, почему. Объединение слов «Самар» жителей из Самарской губернии и «кант» на казахском языке – это «сахар». Говорят, что очень частные местные жители ходили к самарцам за сахаром, за сладостями. И вот образование вот этих корней получилось в Самаркандске. Ну, конечно, если честно, более вероятная версия заключается в том, что жители Самарской губернии просто в этом названии отразили свою историческую родину. То есть Самарская губерния – поселок Самаркандский. И, возвращаясь к жизни поселка Самаркандского, скажу, что обустроились неплохо. Жили достаточно так зажиточно. На улицах говорили на немецком языке. Очень долгое время быстро выучили казахский язык. Открыли школу, где шло преподавание на немецком и на казахском языке. Открыли лавку, построили водяные мельницы на нуре. Выращивали различные зерновые культуры, говорят, вплоть даже до бахчевых культур. То есть, в общем, как бы очень неплохо обустроились на казахстанской земле. Тимиртау в народе называют кузницей кадров. Именно в этом городе прошли становления многие видные политические деятели и герои труда. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Космонавт Тахтар Аубакиров. Министр металлургии СССР. А затем первый заместитель премьер-министра России Олег Сосковец. Список можно продолжить. Это самые известные и выдающиеся люди. Тимиртау является городом высокой культуры, спортивной доблести. Здесь выросли чемпионы мира и Олимпийских игр. Имена их известны далеко за пределами Казахстана. «Ах, город мой, брат мой, ну как ты красив!» Это слова из песни легендарного темиртауского барда Леонида Маракова. Я с дальнего детства до зрелой поры повязан навечно. С тобой, мой город железной горы, Судьбой человечей. В незримом течении прожитых лет, Времен и событий. Мы свято хранили невидимый след Связующих нитей. Ах, город мой, город, мы вместе с тобой Росли и мужали. И лето спешили веселой гурьбой, И зимой бежали. И осени тоже, как хлебные сны, За ними спешили. Ах, город мой, город, и мы до весны С тобой дожили. Ах, город мой, брат мой, Ну как ты красивый, порою весенний. И озеро стелется под ноги В серебряной пене. Над сопками тлеет зари Полоса причудливой свиткой. Не зря называют тебя за глазами Степной магниткой. И зря называют тебя за глазами Степной магниткой. Субтитры создавал DimaTorzok